обычный маркер для этих досок блять у которой стирается легко и непринужденно такой вам лайфхак от тупицы с диплом то есть намазываем маркером привалочную плоскость самого как бы фланца под глушитель одна рукой бензопилы в нашем случае который подарил свое время нет дмитрий сергеев то есть этот говно но как бы остается всегда жидким то есть не высыхает вот примерно так так намазали не могу понять почему здесь вот стенка 4 миллиметра здесь миллиметр блять с чем это связано непонятно вот теперь берем скотч обычный самый дешманский наворол что-то районе полтоса стоит отрываем кусок со сколько здесь сантиметров 7 я думаю будет достаточно то есть прикладываем и вся вот эта шляпа остается на скотче на колейкам как бы слоя то есть вот так вот прилепили наклеили теперь так вот у якс то есть вся вот этот так скажем маркировка осталось на скотче но сама плоскость она осталась чистой а вот теперь вот так вот на параник наклеиваем и канцелярским ножом вырезаем защищаем напильником здесь светлым отверстие по контуру же думаю что обычными ножницами все будет резаться легко и то есть такая самопальная прокладка как на одну ручку я не смог найти то есть шаблон легко и непринужденно то есть не надо ничего тут мазать блять каким-то солидолом прикладывать поролон блять сюда уже хоть пороли этот подсунешь чего-то блять из бумаги можно было конечно приложить лист бумаги какой-то чайной ложкой вот так вот блять потереть как мы в детстве делали на монетах то есть через бумажку чайная ложка хуяк и как бы контур монеты проглядывал я бы здесь я открыл такой способ то есть во первых все здесь чистая не надо что зачищать нет какого-то солидола не от масла нет чего-то другого ну а так как бы скотч он одновременно приклеивается к поверхности и здесь уже есть где разгуляться фантазий как говорится не знаю получится вырезать или нет то есть здесь 4 миллиметра стенка здесь один миллиметр на хуя так было сделано непонятно блять то есть нельзя бы вот этот отливку сделать на пару миллиметров например сюда или центра смесить не знаю блять вот такая вот хуйня блять то есть на однорукую бензопилу будь то карлера еще какую-то блять с маркировкой 2512 хер вы что найдете блять ну кроме поршневые карбюратора блять ну и вот этот как бы в пускнул патрубка блять остальное все пиздец блять нету от слова совсем блять вот как говорится и все осталось отклеить скотч ну то есть вот такая прокладочка все четко единственное что здесь вот перегородку сделал миллиметра 2 наверно где-то 18 полтора чуть меньше двух миллиметров не миллиметр как перегородка на самом литье фланца то есть напилеет будет стоять вот так сейчас это смещусь это шляпу то есть такое-то яйца видны и отверстие в самом цилиндре под глушитель если что несет не миллиметра где-то 18 стенка я имею ввиду вот этот все то есть 99 рублей по моему сколько там говорил цена вопроса набора то есть вот такая у нас толстая прокладка самопальная получилось нужен скотч маркера и два напильника ну и какая-то дрель или шуруповерт со сверлом чтобы насверлить маленьких отрезки в моем случае двух миллиметров и уже канцелярской ножом перемычки срезать то есть чтобы меньше было геморроя по время занял где-то минут 40 примерно плюс-минус не засекал глушитель прикручен на зеленый фиксатор термостойки потом маленько поработает когда не то я думаю подвергнем на четверть оборот если будет четенько здесь вот ребрышки уже показал как вы упор становится чтобы глушитель не мандражила но так все уже как бы собрана готова к запуску к регулировке карбюратора поскольку там еще раз повторяю маленько доработал корпус чтобы конус гол уже заходил и тем самым саму заслонку открывала на больший угол то есть какой-то карбюратор здесь самопала не знаю ли не из этой серии то есть какая-то шляпа то есть конус открывает заслонку примерно на полмиллиметра вместо полтора-двух как при максимальном как вы закручены винта ты здесь вот при максимальном заворачивание то он упирается в корпус карбюратора и как бы заслонка открывается на полмиллиметра всего лишь поэтому и холостых нихера не было или холосты или как бы мощность при распиловке вот так пила будет выглядеть как бы в сборе то есть все на своих местах единственное что мне не понравилось сама вот этот новая рукоятка поскольку здесь вот на старый был условно две трещины одна вниз другая в бок то есть вот этот как бы полоскость была разъебана и вот этот тумбляр он тоже выпадал то есть она была заменена здесь и рукоятка с корпусом вот этим блять ну и здесь вот нихуя ничего не совпало пришлось мне где-то на 3 миллиметра подрезать вот этот крышку и здесь вот так вот блять ну короче вот так вот блять то есть если вы сломали на такой пиле вот эту рукоятку по какой-то причине и купили новый то будьте готовы что нихера вас ничего не совпадет вот это вот чили я думаю что это заводская не знаю по мне так лучше новая ручка чем старая разъебана то есть я берешь она вся блять как марионетка вот так как rsg 2512 к как бы полностью собран готов к запуску к регулировке когда это будет просадить не знаю на этом я пока что свое видео не о чем заканчиваю всем пока